Всем привет! Рано я порадовался за Михаила Ефремова. Эльман Пашаев остается, а значит шоу продолжается. Но в этой стратегии Пашаевской мы включаем дурака, не все так плохо. Благодаря чему? Благодаря тому, что есть свидетель-болван, который работает, конечно, на вот эту идиотскую, бесперспективную и тупиковую линию защиты Эльмана Пашаева, к сожалению, на которую согласился и Михаил Ефремов. Да, свидетель-болван. Давайте сегодня о нем подробнее и послушаем то, что он говорил 7 июля. Через месяц после аварии. Это очень важно, что именно через месяц. Люди организовались, подбежали к машине. Его машина была перевернута, Захарова. И люди подбегают и начинают поднимать машину Захарова. В это же время подбегают люди к машине Ефремова и начинают доставать оттуда людей. Вот. И когда вот я уже понимаю, что... Секунду, людей во множественном числе. Да. Слышали? Скобеева тут же уточняет. И он тут же подтверждает про несколько людей. И продолжает дальше. Потому что там образовалось несколько вот количество людей. Сначала подбежали к пассажирскому креслу слева, да? То есть вот открыли дверь, открыли дверь, начали доставать Ефремова. Вот. Слева пассажирского. К пассажирскому слева. И оттуда начали доставать Ефремова. И тут уже, конечно, включается на полную и Скобеева, а потом и Добровинский. Не-не-не-не, подождите, все, что вы сейчас говорите, очень важно. Слева водительского. Подбежали к пассажирскому сидению и начали доставать... Слева водительская? Слева водительская. Слева водительская, да? И кто, извините, а кто был за водителем, кто был за рулем? А, Ефремов. Ефремов был за рулем. Да, то есть сразу он, когда его, ну, вытащили... Дайте сначала. Подбежали к автомобилю, за рулем был Ефремов. Открыли дверь. Ну, как бы, со стороны водительской двери, да? То есть вытащили Ефремова. То, что сделали Скобеева и Добровинский, это называется подсказка правильных показаний. Но я не зря акцентировал внимание на первых показаниях этого в горе свидетеля. Через месяц, которые состоялись после аварии. 7 июля в студии той же Скобеевой. А вот, что нам этот свидетель говорит в конце августа. Теперь сторона защиты Ефремова обвиняет вас в том, что вы солгали. Дело в том, что есть определенное количество людей, которые верят в то, что Ефремов не виноват. Что бы им не показывали, показали видео, где он вышел, монтаж, показали то, неправда, да? То есть, и они ссылаются на то, что первые, там, несколько дней я говорил, что, возможно, был пассажир, да? То есть, на одной передаче сказал, что был пассажир, да? Почему это произошло? Мальчик, это не в первые несколько дней. Про то, что из машины Ефремова доставали людей, а самого Ефремова доставали с пассажирского сидения, ты сказал, через месяц после ДТП. Слушаем дальше. В момент аварии, когда я был на месте аварии, вот все 20-30 минут, что я пробыл на месте аварии, я был четко уверен, что был только один водитель, и это был Ефремов. Когда я уехал, мне начали через 20-30 минут звонить журналисты и говорить, а кто был второй? Я говорю, не было второго человека. Они говорят, нет, был второй человек, 100%, все знают уже, был второй человек. И потом я начинаю в голове прокручивать, что я действительно видел, что со стороны пассажирского сидения, справа со стороны, выбегал человек. То есть, когда я переходил дорогу, я действительно видел этого человека. Но так как никто не был, не обращался, ну, так как я не был уверен, что это пострадавший, что он тоже был, ну, возможно, он был в момент аварии в машине, я не обратил внимания. Вот я вот четко видел Ефремова, как пострадавший, он ходил, он шатался. То есть, он видел в машине четко одного Ефремова, а после того, как ему начали звонить журналисты, через 20-30 минут после аварии, этот мальчик начал вспоминать, что же он реально видел. Это вообще как? Ты свидетель или вообще кто? Если ты что-то видел, ты говори, что ты видел, и больше от тебя ничего не требуется. А если ты что-то не видел, ты говори, что я ни хрена не видел. Вот такие вот горе-свидетели, как вот этот персонаж, и помогают Пашаеву дальше продолжать вот это тупое шоу. Субтитры создавал DimaTorzok